Я бы хотел, чтобы вы обратили внимание на овальную область, заштрихованную синим. Это украинская армия, и она совсем не у границ с Россией. Это регион Донбасс. С него все началось. Эту армию окружают. Это фаза демилитаризации. Устранение угрозы военного вторжения, которое нависло прямо над республиками Донбасса. Что нам нужно знать? Что стратегия русских – избегать больших городов. Вы изучали историю Второй мировой войны, вы должны знать про всякие великие сражения. Русские избегают городских улиц не потому, что боятся сопротивления, а потому, что это бессмысленно, это пустая трата времени. Они идут там, где можно пройти. Если посмотреть на карту, есть другие карты, где показаны с ней, но у нас лучшей карты пока нет. Но мы бы увидели, что русская армия обходит все большие города и продолжает идти. Они двигаются очень быстро. Я в истории не видел такого быстрого продвижения. За четыре дня они заняли территорию, с чем бы сравнить равную Великобританию. И есть еще города, которые они берут в кольцо. Это типа Харьков и Мариуполь. Там есть военизированные формирования, о которых я в начале разговора упоминал. Это они удерживают города. Это не украинская армия. Как бы их назвать ополчения, парамилитарные образования, сейчас подберу слова, это идеологические ополченцы. Это люди, которых можно назвать дикие. Это недалеко от правды, потому что они отморозки и беспредельщики. Это батальоны АЗОВ в Мариуполе. Они ответственны за массовые убийства в Мариуполе в 2014-м. Они зверствовали по всему Донбассу. Но об этом никто не говорит, остались только Луганский и Донецк. Но в Мариуполе и Харькове нацбаты, такие как АЗОВ, занимаются немыслимыми зверствами. Такие, что вы даже себе представить не сможете. Есть свидетельства этих зверств. Они настолько графичны, что здесь бы я их не показывал. Но это настоящие звери.